Утро на балконе Мы знаем, что этот год, ну как уже последний год, тоже год выборов, выборы в Сейм в первую субботу октября. Я понимаю, что сейчас, наверное, в январе тяжело делать какие-то далеко идущие прогнозы, но ваши ощущения эти выборы приведут к каким-то сюрпризам, к каким-то очень серьезным изменениям. Вот кто-то из экспертов уже сказал, что сменится, не знаю, опять на 60% состав парламента, но это что касается, что называется, индивидуальный состав или поименный. Вот ваши ощущения, ждут ли нас какие-то сюрпризы, может быть, связанные с пандемией? Ну, я думаю, что касается персонального состава, я тут не берусь говорить. И вообще-то смена персонального состава, это, думаю, характерная черта наших парламентов последнего времени. А вот что касается отношений между партиями, я думаю, что да, здесь вполне возможно. Я опять же говорю, вполне возможно, потому что за более чем 9 месяцев, наверное, трудно сейчас прогнозировать, но тем не менее изменения вполне возможны. И они касаются двух вещей. Ну, во-первых, на фоне вот этого, ну, явно выраженного в обществе недовольства какой-то части общества тем, как ведет себя правительство и что оно делает, это первое. А второе, это те трудности, с которыми уже сейчас столкнулись латвийские семьи. Я имею в виду вот как раз этот скачок на энергоресурсы и на электроэнергию. То есть это, несомненно, вызовет какую-то ответную реакцию со стороны избирателей. И вполне возможно, что они могут поддаться соблазну проголосовать за такие оппозиционные партии. В данном случае я бы хотел сказать так. Что касается вот такого прогноза, ну, во-первых, мне кажется, что состав парламента будет очень разношерстный, скорее всего, потому что и сейчас рейтинги партии показывают, что достаточно много участников этих рейтингов, которые, так сказать, приближаются к порогу 5%. Вот это первое. А второе, я думаю, это будет то, что если даже вот тем партиям правящей коалиции, которые составляют ядро теперешней правой коалиции, удастся создать, сформировать правительство, то оно будет еще более разношерстным, чем оно сейчас. Потому что, ну, по крайней мере, рейтинги показывают, что, наверное, тут значительную роль могут играть и прогрессивно, а это уже такая явно выраженная левая ориентация. Вот как это будет соответствовать той такой консервативной, национальной консервативной ориентации теперешней партии, значительной части теперешней партии правящей коалиции. Вот это будет очень интересно посмотреть, потому что это будет такая, вы знаете, еще более сборная солянка, чем теперешняя правящая коалиция. Мне так кажется. Вот в этом смысле это вполне возможно. Такие изменения вполне возможны. Говоря вот о партии Гобземса, вот тоже интересно, помните, когда там началось его трехкратное задержание в один день, такие гастроли, не ту у него был, то многие сказали, вот интересно будет посмотреть, как это повлияет на рейтинги. Ну, кто-то пытался вспомнить, помните историю с Камничем, которого там на несколько суток задержали, и у него рейтинг с 2% повысился до 7%. Сейчас мы видим, что рейтинг за декабрь, последние данные СКДС говорят о том, что в партии Ликум Сунгар, ибо вот в партии Гобземса всего 3%. Значит ли это, что люди во время пандемии, ну не знаю, заняты и озабочены другим, и уж так не следят за телодвижениями господина Гобземса? Ну, вы знаете, я бы насчет того, что вы, когда вы сказали только 3%, я бы не говорил так, так сказать, уверенно об этом, потому что 3%, да, у него было только сразу после формирования партии, ну не партия, когда он объявил о том, что он может делать, у него было 4,2%, да, а в прошлом месяце у него в ноябре было 1,7%, так что вот это его эпатаж, его хулиганское несколько поведения, оно все-таки свою роль сыграло. И я думаю, что это еще не последнее слово, которое сказал господин Гобземс. И я бы сразу отметил, что сейчас определенные затишки с точки зрения, в плане вот другой партии, которая может претендовать на похожую нишу, я имею в виду, так сказать, все для Латвии, да, господина Шлессерса, да, мы еще увидим и с той стороны, я думаю, что после зимы тут это все развернется достаточно активно, так что я бы не исключал возможность, я не говорю, не отвечаю, что так будет, но не исключал бы возможность попадания обеих партий в парламент, а тогда это будет очень интересно, потому что в таком случае, я думаю, вполне возможна ситуация, когда теперешние партии правящей коалиции окажутся перед выборами же плохими и очень плохими, с их точки зрения. Я имею в виду, с одной стороны, это согласие, которое, так сказать, свои проценты там между 15 и 20, ну, наверное, наберет, скорее всего. И вот этими партиями, которые, ну, явно вызывают у власти мущих сейчас такое определенное раздражение. Так что 22-й год обещают быть интересным. Господин Розанович, в продолжение вот этой темы, протестное настроение, то, что вы перечислили это недовольство действующей властью и трудности экономические, которые светят в связи с повышением ценной энергоресурсы, и, в общем-то, они уже повысились практически на все. И всплеск вот этой популярности того же самого Гобзамса, это свидетельствует о том, что благодатное время, такое золотая пара для популистов. Но одно ведь дело прийти к нему навстречу, выпустить пар, а другое дело в день Х пойти проголосовать. А как вы считаете, именно в октябре нас ожидает голосование за какие-то протестные такие партии, за нынешнюю оппозицию, или все-таки наоборот, настолько все это всем надоест, что повторится ситуация муниципальных выборов, и явка может быть рекордно низкой по этой причине, именно недоверия? Ну, вы знаете, я думаю, что вот как раз в вашем вопросе уже в известном мире заключается ответ. Потому что вопрос в том, вот готовы ли те люди, которые... Достаточно разношерстная компания, которая собиралась на митингах, и будет собираться, наверное, на митингах господина Гобзамса, потому что он оседлал явно вот эту, так сказать, ну, эту лошадку, что ли, связанную как раз с недовольством, а недовольство очень серьезное в обществе, да. Оно очень разное по своим векторам, но оно явно присутствует. Это и со стороны предпринимателей, и со стороны, так сказать, таких, ну, я бы сказал, немножко типа люмпинов таких, которые приходят на митинги с косой, да, или считают за своей обязанностью разбить стекло там в полицейской машине, да. Вот вопрос в том, придут ли они на выбор. Вот это действительно самый главный вопрос, потому что протестный потенциал, он очень велик, но в то же время это как раз та часть общества, которая традиционно, в общем-то, наверное, не очень активно участвовала в политической жизни, то есть не приходила на выборы. Вот это вопрос очень, мне кажется, очень существенный. А что касается вот этого всплеска популизма, да, вы знаете, я был бы очень осторожным в плане вот этого, ну, обозначения там партии. Это популизм, а это не популизм, потому что если говорить о латвийской политике, то в данном случае вообще вот это социально-экономические какие-то различия, да, ориентации различных групп, достаточно стабильные на определенные политические партии, ну, в Латвии почти отсутствует. Так что в этом смысле, если говорить о том, за что будут голосовать латвийские избиратели осенью этого года, они будут голосовать за лучшую жизнь, да. Но как эта лучшая жизнь будет достигаться и что значит лучшая жизнь, это, конечно, будет большой вопрос. И причем я не уверен, что у тех партий, которые будут вспоминать правительство, это представление о лучшей жизни будет совпадать или, по крайней мере, в очень значительной степени, так сказать, совпадать. Так что вот это действительно серьезный вопрос. И тут, наверное, я думаю, ни один комментатор не будет стопроцентно говорить о том, что у нее есть стопроцентная уверенность, что будет так, а не иначе. Да, вот мы говорим о выборах, но на самом деле хотелось бы пару слов. Ваша оценка вот этих новогодних выступлений президента и премьера. Многие обратили внимание на две вещи. Во-первых, не на то, что было в этих выступлениях, а чего там не было и что люди ждали, если ждали. И второе, не знаю, создалось ощущение, может быть, я не прав, вы со мной не согласитесь, что вот и премьер, и президент даже в большей степени не очень понимают, а чего они хотят донести вот 31 числа. Я понимаю, что Дорусь обязывает что-то сказать, но не знаю, но мне не показалось, что вообще они понимают, для чего они пришли за 5 минут до Нового года вот к жителям Латвии. Да, вы знаете, но я думаю, что в данном случае можно сказать, что у меня такое впечатление, что выступление премьер-министра более конкретное. Господин Левиц был в своем стиле. Он, так сказать, он поучал. Вот так надо, вы знаете, у него такой теоретический подход к этим вопросам. И в этом смысле это, конечно, значительную часть слушателей и зрителей это отталкивало. А вот чего недостаточно было, явно недостаточно выступления, как мне, по крайней мере, показалось, лидеров, это сочувствие. То есть, действительно, вопрос же не только в том, какие наши достижения, на которые, ну и вполне тоже обоснованно, я думаю, делал упор премьер-министр. Вопрос в том, что все-таки самосмертность. И вот это то, что, вы знаете, вот здесь было бы, наверное, к месту, ну, не сказать, посыпать голову пеплом, да, но, по крайней мере, сказать, что вот те цифры, связанные со смертностью, это все-таки свидетельство не только того, как сильно в Латвии заболевают ковидом, а это свидетельство о том, в каком состоянии вообще находится здоровье наших жителей, да, и в этом смысле это отражает опосредованно и состояние вообще системы здравоохранения. И вот тут-то, конечно, наверное, слова сочувствия и признания того, что, ну, недоработали, не только мы недоработали, а вообще те, кто были у власти, я думаю, они бы были очень нужны, людям нужно сочувствие в данной ситуации. То есть не было вот этого сопричастности, не было эмпатии. Ну, это мы понимаем, не дай бог, что очень много семей потеряли вот близких в этом ковиде. Понятно, с каким настроением они вообще провожают этот год, да, и не услышать с лидеров стороны вот эти слова поддержки и сочувствия, может быть, даже извинений в какой-то степени. Я думаю, что такой человеческий подход люди бы оценили. Разве не так? Да-да-да, я это как раз и хотел сказать, да. Вот, может быть, такой вот последний вопрос. Все-таки, если можно в двух словах, вот этот феномен нового единства, мы вот даже с Сашей говорили вот о том, что будет в этом году, и тоже обратили внимание, посмотрите, да, правительство очень непопулярно, мы видим это по всей рейтингам, а партия нового единства по-прежнему держится на втором месте, там, ну, рейтинг, может быть, не очень большой, 7,7%, но тем не менее. Что за парадокс такой? Вы знаете, я думаю, что это связано прежде всего с тем, что недовольство избирателей, оно связано по отношению, такое критическое отношение, связано вот как по отношению к министрам правительства, и в данном случае на действительно как-то реально это получается разделение. То есть одно дело это руководитель правительства, да, премьер-министр, а другое дело правительства, которое, и вот в данном случае, мне кажется, это феномен, когда избиратели воспринимают прежде всего те споры, которые есть между министрами. Ну вот, например, одно из последних, если не самое, я уже сейчас точно не помню, самое, может быть, самое последнее, вот косноты к Латвии, да, вот когда два министра между собой, так сказать, репликами перебрасываются, да, а в данном случае, я думаю, вот этот феномен в какой-то степени объясняется тем, что главный упрек Каринча заключается не в том, что он что-то не делает, а то, что он недостаточно способен как-то это все держать, у него нет вот этого, не такой хватки, которая бы поставила министров по стойке смирно, и, наверное, и в данном случае, я думаю, что вот как раз этот рейтинг единства, вот в известной мере, ну, с этим связан, да, что, так сказать, ну, я бы не сказал в таком смысле, что царь хороший, бояре плохие, да, но что-то вроде это. Ну что, спасибо большое, еще с Новым годом. Спасибо, господин Розенвалдс, в самом деле, с Новым годом, пусть он будет интересный и насыщенный у вас тоже. И, конечно же, здоровья. На этой оптимистичной ноте мы с Абиком закрываем утро на Балкоме, первое утро на Балкоме в наступившем 22-м году. Надо привыкать уже писать во всяких документах, не 21, а 22. Какое-то время потребуется на это. Какое-то еще не привыкнем, привыкнем, все будет хорошо. А радио Балком остается с вами, портал Микс Ньюс ЛВ к вашим услугам тоже, конечно же. Хорошего вам дня, одевайтесь по погоде и помните, на улицах сегодня... Очень скользко. ...и мокро, и скользко. Берегите себя. Хорошего дня.